Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Анастасия Гарбер и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ИЧС спасатели совершили уже более двух тысяч выездов. На пожарах погибли 15 человек, в том числе один ребенок. 29 жителей столицы, из которых двое детей, пострадали. Более 1840 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон силами МЧС. Далее о происшествиях ушедшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. В понедельник очередной курильщик устроил пожар. Но не в квартире, а в более экзотическом месте. В собственной уборной. Деревянная хозпостройка, в которой располагалось отхожее место, загорелась днем на территории частного домовладения в Волжском проезде. Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели ликвидировали загорание. Предполагается, что хозяин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закурил в туалете и заснул. К счастью, сам виновник ЧП не пострадал. А вот уборную придется отстроить заново. Также в этот день, около полудня, помощь спасателей потребовалась в доме на улице Червякова. Палец левой руки 11-летнего мальчика застрял в отверстии металлической ручки ковша. Используя подручные средства, спасатели высвободили палец. К счастью, в медицинской помощи ребенок не нуждался. Минск чрезвычайный. Во вторник днем в одной из квартир дома по улице Коммунистической в ванной комнате, предположительно, в результате короткого замыкания блока управления загорела стиральная машина «Бош» 2008 года выпуска. Возгорание оперативно ликвидировали, и никто не пострадал. Однако теперь хозяйке придется не только купить новую стиралку, но и сделать косметический ремонт. Квартира оказалась закопчена. В среду поздно вечером в столице горело такси. Пожар случился в легковом автомобиле «Реной Спейс» 2007 года выпуска, припаркованном на улице Неждановой. Предположительно, в результате поджога была повреждена внутренняя обшивка авто. Копоти досталось и салону. Кому перешел дорогу владелец французского минивена, установит следствие. Ночью с четверга на пятницу в Минске горело общежитие. О возгорании в МЧС сообщил вахтер. Пожар начался в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания на улице Ботанической. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит комната, в которой проживает 37-летняя женщина совместно с дочерью и мужем. К счастью, на момент пожара в комнате никого из жильцов не было. Огонь повредил имущество в помещении, закопчена комната и коридор. Работники МЧС и администрация объекта по лестничным маршам эвакуировали из здания общежития 28 человек. Из них пятеро детей. Причина пожара устанавливается. Среди основных версий неосторожное обращение с огнем, поджог и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Минск чрезвычайный. В субботу. Около полудня спасателям поступило сообщение о падении вахтера в шахту грузового лифта, расположенного в 12-этажном здании общежития по проспекту Пушкина. Как выяснилось, 43-летняя женщина, разговаривая по мобильному телефону, не убедившись в том, что кабина находится на первом этаже, вошла в лифт, дверь которой открывается вручную, и с 5-метровой высоты упала в шахту лифта. Работниками МЧС с использованием носилок пострадавшая была спасена и транспортирована в машину скорой помощи. С черепно-мозговой травмой тяжелой степени ее госпитализировали в больницу. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. В конце хотелось бы напомнить. С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра, вчера в республике стартовала профилактическая акция «В центре внимания дети», приуроченная к началу учебного года. В рамках первого ее этапа, который продлится до 31 августа, в крупных торговых центрах работники МЧС рассказывают посетителям об основных причинах возникновения пожаров и других ЧС с участием детей, объясняя, как этого не допустить и с помощью чего можно защитить свой дом от пожара. Основные правила таковы. Не оставляйте детей одних. Храните спички и другие источники зажигания в недоступном для детей месте. Обучайте своего ребенка правилам безопасного поведения и установите у себя дома автономный пожарный извещатель. Этот простой прибор спас уже не одну человеческую жизнь во время пожара. Берегите себя и своих близких. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова